Слава тебе, Господь! Так тяжело молиться и говорить, слава тебе, Господь, за все. Когда действительно хорошо, когда легко, и сказали, надо прославить Бога. Ну, подумал, в жизни у меня все хорошо, слава Господу. А когда подумаешь, Господь, ну как тебе сказать слава, что у меня что-то не работает, что-то не получается. Горе пришло в моей жизни. Как сказать тебе слава? А старцы на небе 24 часа в сутки продолжают петь «Свят Господь Свою». Они прославляют Его непрестанно. Он держит весь мир и мою жизнь в своей руке. И мой волос, он не падает просто так. Значит, и проблемы в моей жизни просто так не приходят. И сегодня я хочу сказать слава Богу за мою жизнь. Оглядываясь назад и видя свои проблемы, каждый из нас, и видя свои успехи, каждый из нас понимает, что все было, потому что Бог так сделал для своей славы. Поэтому будем прославлять Его не просто нашими устами, нашими сердцами, в наших молитвах, сокрушаясь в нашем разуме и понимая Его превосходство. Будем говорить Ему слава, потому что вся земля, все небо поет Ему славу. И мы придем к Нему сегодня и скажем славу Ему. Вся земля, волну поет, лишь тебе наш чудный год. И во всей вселенной нет, кто с тобой сравнится с тобой. Ты превосходнее всего на свете, и нет подобного тебе. Ты наш Господь, ты царствуешь во веки, и вознесет тебя в твое. Небеса Тебе поет, святый, святый, вся земля Тебе поет, достоин ты. Все творение восстает, Тебе хвалу Господь. Бога славит наш Бог, твоя вселенная. От престола Твоего Течет поток живой воды. Для народа всей земли Сияет свет Твоей любви. Своим присутствием открой всю землю, Пусть свет пройдется в жизнь людей. Все народы преклонят колени, И вас поют, маму, тебе. Небеса Тебе поют, святый, святый, Святый для Тебе поет, достоин ты. Все творение восстает, Все творение восстает, Тебе хвалу Господь, Благодаря славе наш Бог, твари вселенной. Небеса Тебе поют, святый, святый, Все земля Тебе поет, достоин ты. Все творение восстает, Все творение восстает, Тебе хвалу Господь, Благодаря славе наш Бог, твари вселенной. Небеса Тебе поют, святый, святый, Все земля Тебе поет, достоин ты. Все творение восстает, Тебе хвалу Господь, Благодаря славе наш Бог, твари вселенной. Небеса Тебе поют, святый, святый, Небеса Тебе поют, достоин ты. Все творение восстает, Все творение восстает, Тебе хвалу Господь, Благодаря славе наш Бог, твари вселенной. Благословен наш Бог, Харисий Бог. Благословен наш Бог, Харисий Бог. Благословенное имя Твое, Ты на небе и на земле, Господь, такой же, сильный, славный Бог. И Ты, Господь, говоришь в Слове Своем, поверен нашей, Ты там, где двое и трое, прославляют имя Твое. Во имя Твое, Господь, Ты здесь. Господь мой, ради Себя Ты здесь, ради Слова Своего Ты здесь. И мы прославляем Тебя. Мое сердце ликует от того, что Ты Бог, Который держит все в своих руках. И мою жизнь, Господь мой, и все, что происходит, я доверяю Тебе. Я верю, что Ты Бог, Ты ведешь, Господь мой, если Ты что-то начал, Ты никогда, Господь мой, не бросаешь, Ты всегда заканчиваешь. Ты Бог, Который всегда вовремя. И имя Эймель Семен, Тебе имени Твоему святому хвала, Тебе благодарность. Дух Святой, касаясь наших сердец на этом месте, касаясь сердец наших сейчас, Господь твори чудеса, чтобы мы видели Тебя. Господь бы, как Давид говорил, я видел Тебя перед Собою. Дарим сегодня увидеть Тебя на этом месте в силе слова, в силе славы и хвалы Твоей, когда Ты, Господь, когда Ты не просто брат или сестра, а Ты сам подходишь и говоришь в сердце, когда Ты сам говоришь, я решу, когда Ты сам говоришь, я прославлюсь. Аллилуйя, аллилуйя, хвала Тебе, Дух Святой, утешай, Дух Святой, обличай и давай Своё наставление, чтобы мы жили, чтобы мы не были мертвыми сегодня, чтобы мы жили для Твоей славы. Аллилуйя. Ничего не цене, не выйти на земле, Ни с чем не сравнить, надежда лишь ты. Спаситель мой. Мы познали любовь, чуть сильнее земной, Наше сердце свободно, я был наш Тарцом. Пусть Святой Тебя зовёт прийти, Наполни нас собой и освяти. Мы жаждем славе Твоей пребывут, И присутствие Твоё нам ощущать. Пусть Святой Тебя зовёт прийти, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогой наш Господь, Отец, слава Тебе! Отец, мы пред Тобой, Господь! Ты видишь сердца, которые, Господи, пришли в этот дом молитвы, Господь! Которым не все равно, которые жаждут Тебя, Отец! И сейчас, Господь, Ты здесь, на этом месте, Господь! И Ты желаешь, как Отец, послужить! Ты желаешь, Господь, дать свободу! Ты желаешь, Господь, дать утешение, Господь! Ты желаешь обличить, Господь! Ты желаешь, Господь, вразумить, Господь, тех, кого нужно! Отец, Ты наш Отец! Потому что Ты наш Отец, и потому что Ты поступаешь так, Отец! Мы, как родители, понимаем Тебя, Господь! И Ты сейчас здесь, на этом месте, чтобы быть с нами! Чтобы, Господь, с нами, Господь, пройти этот путь! Отец, и ты пришел в этот мир, чтобы, Господи, спасти нас, оправдать, Господь И назвать нас своим детьми Мы дети Твои, поэтому мы здесь, и мы просим Тебя благословения Отец, благослови это место, Господь Благослови ты здесь, сейчас, Господь, но ты видишь, мы, дети Твои, мы все такие разные, Господь С разными нужными, проблемами, переживаниями, Отец И мы нуждаемся, каждый нуждается, Господь И ты каждому знаешь, как сказать, ты каждого знаешь по имени, Отец И Ты желаешь, Господь, чтобы мы любили Тебя, чтобы мы приближались к Тебе. Слава Тебе, великий Бог. Слава Тебе, Спаситель, Господь, который отдал Сына Своего, Господь. Который отдал Единородного Сына. Не пожалел ничего. Сделал все для нас. Господь, дай нам быть благодарными Тебе. Сейчас на этом месте, Отец. Дай нам прославить Тебя. Дай нам любить, Господь. Верни нам первую любовь. Господь, вразуми, Господь. Господи, говори нашему сердцу, Господи. Если что-то есть непотребное, Господь, очисти, удали его, Господь. Чтобы нам свободы, Господь, в свободе славит Тебя. Хвала Тебе, наш Спаситель. Аллилуйя Тебе. Да будет имя Тебе прославлено. Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Мы вас приветствуем, дорогие братья и сестры. Мы рады вас видеть сегодня в служении. Я бы хотел задать вам один вопрос. Вы рады быть сегодня в служении? Вы рады быть в церкви? Are you excited to be in a church? Давид когда сказал, сердце мое возрадовалось, когда я сказал, что я пойду в дом молитвы. Рады ли мы, что мы пришли здесь на это место? Что сегодня вот это время с 10 до 12 мы будем прославлять его? Что это время больше не вернется. 12 часов мы сможем только посмотреть назад. И вспомнить, что было. Но вот эти вот 2 часа. То, что Господь хочет нам сказать. То, что Господь желает нам проговорить. Желает, что мы прославили его. Оно больше не вернется. Рады ли мы быть в доме молитвы? Я хотел, чтобы вы поразмышляли над этим словом. Насколько мы рады, когда мы пребываем здесь? Благослови вас Господь. Ему за все слава. Благослови вас Господь. Благослови вас Господь. Благослови вас Господа во всякое время. Благослови вас Господь. 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 И скажет нежно. Милое дитя. Ты не напрасно верил и молился. Ты не напрасно отвергал себя. И к слову жизни всей душой стремился. Я видел, как ты шел моим путем, как не роптал в долине испытаний, как ты благодарил меня за все, за радость, счастье и за боль страданий. Я видел, как в падениях ты стенал, как сокрушаясь подымался снова. Я видел, как Голгофу ты искал, чтоб разорвать греховные оковы. Я видел, как умел ты всех прощать, обидчиков своих благословляя, как на крест смотрел, обидчиков своих благословляя. Забыла. Я помню, как стремился ты не осудить, не выносил поспешно приговора, и как ты ближнему старался угодить, свои грехи ты забывая снова. Я видел, как молитвы за других ты возносил, забыл свои тревоги. Я видел, как ты жертву приносил и не гордился на земных дорогах. Я видел, как умел ты всех прощать, обидчиков своих благословляя, на крест Голгофский, как умел взырать, и грехи их всех прощая. Я видел, как любовь ты всем дарил, как людям весь благую нес делами, и потому ты не напрасно жил, и в небеса ко мне пришел с плодами. Войди в черток, мой милое дитя, чтоб в вечности прибыть со мною рядом. Ты всей душою возлюбил меня, так получишь желанную награду. Однажды каждый перейдет черту, где небеса встречаются с землею, но что в ответ услышишь ты, мой друг, когда Спаситель встретится с тобою? Аминь. Слава Богу, братья и сестры, что Бог позволил нам сегодня быть в этом молитвенном доме, служение проводить. Как и всегда, Господь давал нам эту возможность. Пред нами служение, молитва за нужды, но их здесь немного. Вот одна записка, чтобы мы помолились. А другая, я сам от себя понимаю, что это так, Анатолия нету здесь, но просто благодарность от его семьи, от его самого за то, что Бог благословил служение и погребение, за вашу отзывчивость, сочувствие, сострадание, за все это слава Богу. И также здесь вот записочка. Шерли просит церковь молиться о ее муже. Его зовут Рой. Он очень болен. Она верит, что Бог может его исцелить. Вот эти две записки. Мы благодарны Богу. Также записка и обольнейшая Ивана и Валентине. Пусть Бог благословит их. Я, прежде чем будем молиться, вставший, вы сидите. Я прочитаю одно местописание из 10 главы Марка. Слова следующие знакомые для всех вас, но напомню сегодня. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус на заре, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне разреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» Знакомые слова, братья и сестры, всем нам. И я не буду опять повторять их, устно прочитав этот текст Священного Писания. Просто хотел бы подчеркнуть, чтобы оно осталось в наших мыслях. Вот здесь вот Вартимей очень остро нуждался и кричал, кричал, узнав, что это Иисус. По-видимому, он слышал не раз о том, что он имеет силу, он имеет власть, чтобы изгонять всякую вражью силу, а также давать исцеление людям. А то, что он сидел при дороге, это был метод добывания каких-то средств для жизни. И он сидел там, но не знал, что будет Иисус здесь идти, но он проходил. И когда он услышал, он остро понял, что это есть тот момент, который нужно использовать сейчас. И он начал кричать. Некоторые, не понимая того, той большой нужды этого человека, они обращали внимание на, так сказать, существующий порядок. Чего ты кричишь? Здесь важнее дела. Не кричи. Но он знал, что это очень важно, чтобы его нужда дошла до слуха того, кто может устранить этот недостаток. И он продолжал кричать. И мы видим, что Господь не остался равнодушным ко всему тому, что он выражал в своем крике к Господу Иисусу Христу. Он сказал, позовите Его. И привели. И вот эти вот слова, о которых я сказал, хотел бы подчеркнуть, чего ты хочешь от меня. Этого человека вели. И, конечно же, Христос понимал, что он слепой, что он не видит. Обычно люди такие, они имеют палочку и ею ощупывают впереди, что там препятствие или как, чтобы идти, как хоть как-нибудь. Может быть, его кто-то привел там из родственников. Ну и, конечно, привели его. И Христос видел, в чем его нужда. Но он хотел личного свидетельства из уст этого человека. Чего ты хочешь от меня? Скажи. А может быть, ты хочешь, как некогда хотел, хотел хромой у красных ворот сидел там, и то же самое, хотел серебра, хотел еще что-то. Ну и Артемей тоже сидел из-за этого. Он не рассчитывал, что такой случай будет. Чего ты хочешь от меня? Он говорит, чтобы мне прозреть. Это главное, друзья мои. И мы видим, чего ты хочешь от меня. Господь удовлетворил эту нужду. И поэтому вот сегодня пред нами молитва о записках, о наших нуждах, вот эта благодарность. Здесь записано, чего люди хотят. Они записали. Вот я говорю, что выражаю от имени моего брата Анатолия благодарность всем вам и Господу за то, что он все устроил. Вот, что мы умеем и радоваться с радующимися, и плакать с плачущими. Вот, поблагодарим Бога за это. А также вот и об этой нужде, где просит жена за своего мужа. Верует, что Бог может его исцелить. Я уже прочитывал эту записку под вами. Поэтому это очень важно. Будем молиться, братья и сестры. Мы знаем, что иногда мы молимся и долго, но как будто бы желаемого результата нету. Но мы говорим Господу, а Он сам распоражается, Он сам знает, как сделать. О некоторых болезнях Он говорит, болезни к смерти, славе моей. И Он устраивает так, что Бог прославляется. Но Он нас учит всегда, чтобы мы за все благодарили Господа. И поэтому будем мы тоже учиться от нашего Господа. Он сказал, придите и научитесь от Меня. Мы уже научены в том, чтобы всегда быть способными и иметь достаточную силу, чтобы за все поблагодарить Господа. Как некогда Иос сказал, Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенно. Ставши представим пред Господом все это, о чем я прочитал. Наш милосердный Господь, мы благодарны Тебе сердечно за этот утренний час воскресного дня, что Ты, Господь, пробудил нас за сна физического, и мы пришли на это место с внутренним желанием прославить имя Твое святое. И это есть главное, Господь. Слава Тебе! Ты наш Бог, Ты наше спасение, Ты помощь наша. Господи, Ты надежда наша. Благодарим Тебя за все, Господь. И мы, Господи, я вместе с братом и церковь, Господи, помогает в этом вопросе представлять эту благодарность, что Ты, Господь мой, ответ сделал соответственный на ту нужду, о которой мы много молились, о Нине, о жене Анатолии. Господь, ну Ты сделал свое действие, Господь. И мы благодарны Тебе. Мы славим имя Твое святое, что Твоя воля, она есть благая, угодная и совершенная. Мы порой просим, Господи, Ты понимаешь нас, людей, Господи, но Ты даешь свой ответ, который совершеннейший. Будь благословен и прославлен, Господь мой, за участие народа, за отзывчивость, за сочувствие, за сострадание, Господь мой. Все идем по этой дороге и придем некогда. Встанем на путь, Господи, ведущий, как сказано в Писании, путь всей земли, Господи Боже. Помоги, мой Господь, быть благодарным Тебе. Я также говорю Тебе, Господи, и называю эти имена жены Шерли, Господи, которая ходатайствует по своем муже Рое. Господи Боже, она верит, что Ты можешь исцелить. Господь, покажи это в реальном действии Твоем, Господи. Помоги этой семье, чтобы она не была разочарована. А если Ты хочешь что-то сделать по Своей воле, Господь, непонятно иногда для человека, сделай так, чтобы человек не был разочарован, но мог бы все-таки, открыв свои уста и свое сердце, прославить Тебя за все то, что Ты посылаешь. Будь благословенный, будь прославлен, Господи, за Олейнича Ивана и Валентину, и за их семью. Молим Тебя, Господь, помоги. Мы молились на этой неделе об этой семье. И молим Тебя, Господь, и дальше Твоя помощь и Твое содействие отцовское да будет во имя Иисуса Христа. Да будешь Ты прославлен, вечный Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, пред нами материальное служение. Во время пения будем благословенны и в этом служении. Аминь. Сын и Дух Святой. 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 И Дух Святой. Сын и Дух Святой. Сын и Дух Святой. И Дух Святой. Сын и Дух Святой. И Дух Святой. И Дух Святой. Сын и Дух Святой. Аминь. Сын и Дух Святой. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Друзья мои, мы живем в мире различных запахов Мы живем в этом мире ощущений, которые происходят не только через звучание, через музыку, но и через запахи, которые влияют на нас There are so many different things in this world that affect our senses They're not just sight and taste, but their smell as well And that is what we're going to speak of today Итак, в книге «Бытие» в 27 главе я прочитаю два стиха всего-навсего И ощутил «Бытие» 27 глава, 21 по 27 стих, я прочитаю 27 стих и 21 И ощутил Иисак запах от одежды его и благословил его и сказал Вот запах от сына моего, как запах от поля, которое благословил Господь И сказал Иисак Иакову, подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой Ты ли сын мой Иисав или нет? И Иаков подошел к Иисаку, отцу своему, и он ощутил его и сказал Голос, голос Иакова, а руки, руки Иисава Друзья мои, вы знаете, что запах Поднимает настроение людей Очень дорого стоят духи, которые привлекают женщин Женщины, которыми себя пытаются привлечь противоположный пол Да вообще, чтобы было благоухание Женщины смотрят за собой, и очень дорого стоят Вот Шанель номер 5, я знаю, французские духи Я знаю в некоторых магазинах Есть такой запах, чтобы люди дольше, дольше оставались в магазине То есть люди не хотят уходить с этого магазина, потому что им очень приятен тот запах Конечно, это не на Гудвилле Это не в каких-то дешевых магазинах Это дорогие магазины, даже большого значения Один брат рассказывал, говорит, я приезжаю домой и ставлю машину в гараж и слышу запах жареной картошки И у меня сразу поднимается настроение Я читал о запахах, что есть растения, есть деревья, которые своим запахом привлекают и убивают животных даже И насекомых Запахи могут отталкивать от человека Запахи могут также отталкивать покупателей Я еще раз хочу напомнить, когда мы покупали это место здесь, когда строили церковь Мы купили ее довольно недорого Это Господь место хранил для нас Покупатели отгоняли запах грибной фабрики, которая была недалеко от нашей церкви Но вы помните, что мы купили место, построили церковь, молились Богу, и Господь через год где-то забрал Не стало камня на камне, там где была фабрика Я помню, с детства запах роз У нас на кладбище было много желтых роз, росли там на кладбище И почему-то с детства совмещение того пейзажа, тех грустных переживаний, которые были на кладбище Сравнили у меня в понимании, что с розами То есть я не стал любить розы, вот желтые розы Тогда, или с тех пор Но теперь я уже люблю желтые розы Но долгое время у меня ассоциировался этот запах с кладбищем На земле много интересных и переживаний То есть запахов, очень много на земле Я слушал свидетельства одной сестры, которая пережила смерть Я слушал свидетельства одной сестры, которая пережила смерть Ее пять часов не было на земле Она свидетельствовала, как у нее остановилось сердце За нее молились Она жила в деревне, живет в деревне сейчас И она была там, где мы не можем быть сегодня Она пережила чудесное прикосновение к вечности И она рассказывала именно о запахах Я не буду рассказывать подробно о том, о чем она говорила Очень интересная, правдивая, простая сестра с Украины Но я расскажу, что она увидела много цветов различных Иногда мы покупаем что-то в магазине в одной бутылке И написано, три в одном Либо это действие, либо это парфюм, то есть с запахом связано Но три в одном И эта сестра рассказывала, что там, то, что мы не видели никогда с вами Мы никогда не сможем понять, пока мы живем на земле Но я скажу, что это прекрасно, замечательно То, что там будет, друзья мои Господь сказал, что я иду приготовить вам место Господь удивляет нас и будет удивлять там и удивляет здесь Интересными откровениями, словом своим Рассказывая о том месте, рассказывая об этих цветах Она говорит, эти цветы издавали особый запах Привлекательный, которого на земле здесь мы никогда не могли представить Замечательный, привлекательный цвет и цвета, которых на земле просто нет И третий, каждый цветок издавал определенную неповторимую небесную музыку Я думаю, друзья мои, что и глаз не видел И ухо не слышало И наше восприятие запаха на земле никогда не может представить, что будет там Мы смотрим, как через тусклое стекло гадательно Я очень любил своего отца Я знаю, он хотел, чтобы я был христианином Он старался, он делал все возможное для этого И когда умирают родители Для детей это большая трагедия А любите своих отцов, любите своих матерей И я хотел дольше слышать запах своего отца После смерти Я взял его часы и взял его расческу И даже в Америке, прикасаясь к этой расческе, я слышу запах своего отца Его волос Я как бы даже представляю Вот этот запах Как дает мне Знать или напоминает мне об моем отце Каждый из нас имеет специфический запах Который слышен другим Но мы, другой раз, мы сами себя, свой запах не слышим Друзья мои Но люди знают нас, слышат Люди, которые живут с нами Люди, которые прикасаются к нам Знают, что наш запах Специфический и неповторимый И Господь хотел бы, чтобы мы поняли Что это имеет также духовный смысл Потому что духовное значение запаха И исходит из сердца Изнутри, как слова, которые мы выражаем Во Второзаконии, в восьмой главе сказано Что Господь вел тебя по пустыне уже сорок лет Чтобы узнать, что в сердце твоем Для этого Он томил тебя голодом Воды лишал Иногда проблемы были, чтобы узнать То есть невозможно узнать человека Если не вести его таким экстремальным путем Я говорю о том запахе, о том влиянии Которое происходит сегодня посредством нашей жизни Когда мы выражаем ту суть То, что живет в нашем сердце Чтобы узнать, что в сердце твоем То есть какой запах исходит из твоего сердца Какое благухание Необходимо тебя придавить Необходимо лишить тебя чего-то Брат Станислав Витюков рассказывал За струнину Игнатович Что она была готова уступить место в машине Хотя пришла первая Для тех, кто опоздал Только в трудных обстоятельствах Мы можем сказать Или другие могут сказать Кто мы есть на самом деле Поэтому вы знаете Что если наступить ногой на апельсин То запах будет приятный Это запах апельсина Если проехаться по машинам Через эти зверьки Которые проходят у нас сегодня Находятся в Орегоне Как сканк Если на сканка наехать То тоже будет запах Запах, который будет слышен На длительное расстояние На долгое расстояние То есть долго будет слышен Этот запах даже от вашей машины Если вы наедете на него Мы знаем людей Людей, с которыми мы общаемся Посредством трудностей С которыми мы сталкиваемся И мы, и эти люди И они проявляют себя То есть выражают себя То, что у них есть внутри Когда человек проходит В хороших отношениях У него все окружает Нормальное То есть никто не трогает Его все ублажают Когда ему все угождают Этот человек Никогда не проявит Себя то, что внутри него есть Но когда Но когда Происходит в нашей жизни Что-то непонятное Не в нашем духе Не по нашему желанию Вот посмотрите на себя Испытывайте самих себя Верили вы Как вы ведете себя Вы тогда Что слушают Что слышат люди Какой запах исходит от нас В тот момент Когда нам Не все нравится Как мы пытаемся Кого-то обвинить Искать крайних Быть может Просто возмущаться Даже некоторые ругаются Потому что забывают Кто они такие И это внутреннее Выражается наружу Когда-то Лазарь Был воскрешен Из мертвых Но В тот момент Когда он Христос подошел То Мария И Марфа Бывает Не надо Господи Он смердит Как бы сказать Зачем трогать его Не нужно трогать Потому что он Смердит Потому что Уже Четвертый день Уже смердит Зачем туда идти Зачем отваливать камень То есть Господь сказал Отвалите камень Нет Не нужно Потому что Этому нашему То есть Нашему разуму Это не понять Друзья мои Точно так же Могут быть Люди Верующие Даже Которые Носят имя Будто жив Но он Мертв Так написано И запах смерти Иногда проявляется В тот момент Когда мы находимся В испытании Когда мы Лишаемся Опоры Лишаемся Поддержки Когда мы Казалось бы Одни Остаемся И нету Кто бы нас Поддержал Второй Коринфянам Вторая глава Один стих Я прочитаю Здесь 14 и 16 стих Два стиха Итак Второй Коринфянам Вторая глава 14 и 16 стих Ибо мы Христова Благоухания Богу Воспасаемых И в погибающих Для одних Запах Смертоносный На смерть А для других Запах Живительный На жизнь И кто Способен На это Запах Жизни И запах Смерти Для одних Запах Жизни А для других Запах Смерти Это как свет Который проявляется В жизни человека Который ищет правду Ищет выход Из тупика И точно так же Этот свет Который проходит Через Положение Человека Который является Вором Который является Преступником Этот свет Приносит ему Не жизнь А смерть Вы обратили внимание В сельской местности Может быть И сейчас Иногда Летом Когда поднимаешь Камень А там Разные Таракашки Букашки Разные Насекомые Бегут Во все стороны Они Бегут От света Они живут Обратите внимание Обратите внимание Как Слово Божие Как свет Как евангельский луч Который освещает человека И открывает его грех И люди бегут От этого света Потому что Слово Божие Обличает Этот свет Открывает их Наготу Но Для кого-то Это запах жизни Потому что Радостно Когда мы живем Во свете Когда мы можем Исповедовать Свои грехи Открывать свою жизнь Перед Богом И нам ничего Не страшно Апостол Павел Говорит что Да не только Апостол Павел Вы тоже Наверное Подтверждаете Что Живу не я А живет во мне Христос Апостол Павел И не только Апостол Павел Но я надеюсь Вы в agreement That I no longer Live But Christ Lives in me И он говорит Если я не живу А живет во мне Христос И он говорит Если я храм Духа Святого То живущий во мне Дух Божий Он является Распространителем Этого света Этого запаха Этой жизни Которую люди Видят вокруг меня И обращая внимание На тот момент Когда Господь Пытается нам Помочь В ситуации В которой мы могли Попасть Чтобы запах был Жизни Не запах смерти Верующим людям Он говорит Книга Иеремии 48 глава 11 стих Муав от юности Своей был в покое Сидел на дрожжах Своих И не был переливаем Из сосуда в сосуд В плен Не ходил Оттого Оставался в нем Вкус его И запах его Не изменялся Посему Вот приходят дни Вот приходят дни Говорит Господь Когда я пришлю К нему Переливателей Которые Перельют его И опорожнят Сосуды его И разобьют Кувшины его Муав Have been at ease Since his youth He has also been Undisturbed Like wine On its dregs And he has not Been emptied From vessel To vessel Nor has he Gone into exile Therefore He retains His flavor And his aroma Has not changed Therefore Behold The days are coming Declares the Lord When I shall Send him Those who Tip vessels And they will Tip him over And they will Empty his vessels Друзья мои, происходит процесс необычный здесь на земле в Церкви Божьей. My friends, this unusual process is happening in the Church of God. Господь посредством определенных действий в нашей жизни меняет запах наш. Christ, through various situations in our life, changes the aroma we give off. Превращая его в особое благоухание. Making it pleasing. И для этой цели он присылает к нам переливателей. And for this reason he sends us those that will tip our vessels over. Потому что речь идет о вине здесь в образном. Because here it's speaking figuratively and it's speaking of wine. Что это вино когда долгое время находится в определенной посуде в бутылке. Because when this wine remains in a specific vessel в кувшине be it in a glass jar in a pitcher там остается осадок там нужно очистить его и для этого нужно просто перелить в другую посуду в другое место. The wine settles and to clean it out you need to pour it into a new vessel. И когда эти переливатели опорожняют эти сосуды когда это вино переливается когда оно очищается это довольно болезненный процесс в нашей жизни который делает любящий Господь. And so when our vessels are tipped over when we are cleansed when we are poured from one to another it's a painful process in our lives and yet God does it lovingly to make us better. Have you noticed that after various difficult situations in your life everything changes your manner of speech how you act how you dress how you handle yourself around people becomes drastically different after you go through something painful. Did you pay attention that it said they will shatter his jars in Mark we read about Mary when she came to anoint Jesus and she had this oil and she broke it and poured it on his head and the house was filled with this scent for a long time for a long time this perfume could have remained in its vessel and not a single person would have known or sensed or been able to smell this pleasant aroma sometimes sometimes we might feel a certain joy or peace within us but we don't let others know around us and so the Lord has to break our vessels and in the hands of the potter this pot can be broken because that what is in the vessel is far more valuable than the vessel itself but it cannot reach other people as long as this vessel is enclosed поэтому и дом наполнился благоуханием от мира то есть многие узнают человека и привлекательным он становится когда это гордость это внутреннее его содержание характер его жестокий разбивается и приходит на смену Божья Христово благоухание но благодарение Богу который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познание о себе распространять на всяком месте мы прочитали друзья мои не пренебрегайте встречайте с благодарностью может быть даже без особой радости но испытания которые приходят вторгаются в вашу жизнь внезапно это Господь ревнует о нас это Господь любит нас и хочет чтобы мы не оказались в стане смерти чтобы мы пришли в жизнь чтобы жизнь проявлялась через наши уста отношения характер наш this is the Lord loving us wanting us to be in his presence wanting us in the last days to be with him and not to end up on the other side of the door вы встречали много красивых цветов наверное в жизни которые привлекают кажется не запахом красивый цветок но запаха там нет that draw us in not because of their scent but rather how they look вот наверное даже эти цветы они долго стоят но там нет запаха это нет жизни в них они не живые цветы они искусственные им мы читали за характеристику Исаака сына своего руки Исаава а голос Якова Наверное, вы встречались и встречаетесь с христианами, с верующими людьми, которые безупречны, все нормально, красиво, внешне, но стоит с вами или вам с ними иметь какое-то неприятное дело, какое-то испытание и открывается, кто они есть на самом деле. Точно таким образом мы можем быть испытаны. Мы тоже иногда такие хорошие, такие приятные, благословенные, открытые, казалось бы, но стоит нам нажать любимый мозоль, наступить на любимый мозоль в нам, стоит нас лишить чего-то, стоит нас ущемить в чем-то, и вы сразу увидите, Господи, неужели это я? Друзья мои, мы никогда бы не узнали себя, кто мы есть, если бы Господь не проводил нас через пустыни, через переливатели, не разбивал наш сосуд. Friends, we would never know our own true character or recognize ourselves if the Lord didn't lead us through the desert, if he didn't pour us out from vessel to vessel or break our vessels. Цветы, которые только красивые внешне, но внутренне они непривлекательны, это христиане, которые не посвятили себя Богу. Those that are only pleasant from the outside but do not draw anybody in internally are those so-called Christians that have not actually sanctified themselves to the Lord. They only know God in theory, but they do not know Him face to face. Мы отражаем Божью славу, Его характер, когда, будучи разбитыми, прикасаемся к Богу, молимся, плачем, переживаем и радуемся вместе с Ним в утешении Его. We are to reflect God's character, His beauty and His majesty when we are broken and we bow down and we cry out to Him, then He changes our character and we can reflect Him more. В Песне Песне есть такое место Писания. In Song of Solomon there's this place. Четвертая глава, шестнадцатый стих. Chapter 4, verse 16. Поднимись ветер с севера и пронесись с юга. Повей на сад мой и польются ароматы Его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды Его. Awake, O north wind, and come, wind of the south. May my garden breathe out fragrance. Let its spices be wafted abroad. May my beloved come into his garden and eat its choice fruits. Друзья мои, приходит ветер в наш сад. Приходит ветер в нашу жизнь. Dear friends, the winds come into our gardens, the winds come into our lives. Вы обратили внимание, что происходит осенью в саду, когда ветер врывается? Have you paid attention what happens in a orchard when the winds come in the fall? Вы обратили внимание, что под деревом могут лежать много яблок, если это яблоневый сад? Did you pay attention that if it's an apple orchard under the tree, there will be many apples? Но посмотрите, те яблоки, яблоки, которые падают под яблоней, если вы присмотритесь, вы увидите, что он червив, он какой-то больной плод, больное яблоко. If you pay attention, you'll notice that those apples that are on the ground that have fallen off the tree are bruised or they might have bugs in them or worms or there's something that's not good about the apple anymore. во время испытаний проверяется на прочность духовная наша платформа, наша духовная жизнь. And in trials, our spiritual lives are tested. Если в сердце нашем есть какие-то проблемы, Бог показывает, что ветер может показать это. And if we have some kind of problems in our heart, then God can show us that when the winds come, these problems will come out. Но здесь сказано, что сад его, это церковь, это он и о нем, это образ Иисуса Христа, песни, песни, книга. And here it says his garden or what we're speaking of here at God's church. Он пришел возлюбленный в сад и хочет вкусить сладкие плоды. The beloved came into his garden and he wants to taste an E of its choice fruits. Он хочет услышать приятный запах. He wants to smell the sweet aroma. И следуя Писание, обратите внимание, что в Ветхом Завете Господь посредством различных жертв написано, Он обаял, то есть Он хотел услышать этот запах, для него был приятен запах, который приносился в жертву. Это жертва сгорала, но запах для Господа был приятен. Друзья мои, не испытываете ли вы сегодня это прикосновение Его ветра? Когда в вашу семью внезапно врывается это испытание, приходят эти переливатели, когда ваша жизнь как будто бы меняется после этого. Когда the trials come into your family, when the winds come, when those that have come to pour the vessels out come, what happens in your family then? Друзья мои, это Господь, это Божья рука, это Господь готовит вас к переселению, к другой жизни, и поэтому Господь вынужден помочь вам в приготовлении. когда нас окружают одни приятности, одни удовольствия, одни радости, удобства в нашей жизни, вы никогда не узнаете кто вы есть на самом деле. Люди обманывают самих себя, думая, что они хорошие, они готовые, что у них все нормально в жизни. People lied to themselves saying that everything is good, that they are good people, that they are ready, that everything is going well in their lives. Пророк Исаия тоже думал о себе, будучи пророком, что у него все нормально и все хорошо, потому что он уже учитель в Израиле. Но когда он пришел в Божье присутствие, Господь открыл ему его сердце. Мы можем друг друга хвалить, превозносить, говорить хорошие слова, и неплохо, мы должны поощрять друг друга. Поощрять к добрым делам, вдохновлять, это нормальная жизнь. Но настоящая оценка, как мы ведем себя в тот момент, когда Господь снимает с нас это покрывало, разбивает этот сосуд, когда Господь посылает ветер бурный в нашу жизнь. And yet, how do we act when the Lord breaks that vessel, when he sends the winds into our life and he takes that covering off of us? Только тогда мы можем меняться, когда не другие, но мы сами себя увидим. And only in that ourselves for who we truly are. It's useless to tell a person, look, you have this in your life, you have this flaw, you need to change this. The person needs to see who they are for themselves. Until a person comes into his own. And when he comes into his own and he stands before the face of God, he's going to have to say the truth because there will be no lies. Isaiah said woe to me because I am a man of unclean vessels. isaiah who told that you are a man with not eyes said Isaiah who said this to you but he just saw who he was and so the Lord cleaned him the Lord made him ready he took the coal from the sacrifice and he touched him and after that he was cleansed and when the Lord said who will I send who will work my fields he said here I come to me and at that moment Isaiah said here I am send me only then do we not seek our own do we not seek to just lift ourselves up when the Lord cleanses us and so at that point we're able to spread the pleasant aroma of life through the world do not be afraid when the Lord breaks your vessels it's far more important to him what is inside of your heart Christians that have lived through the process they have Christ but they're not able to share him with anyone else when was the last time you cried brothers and sisters you cried not because somebody hurt you not because somebody took something away not because your self love was hurt not because somebody stepped on your arrogance when was the last time you cried before the face of God when you humbled yourself and came to him because the presence of God brings pain that brings grief that brings us to repentance and then it brings the fruit of peace after and if you live through this then it means that you are following Christ on the right path and you live life with him at that point your words can calm others they can bring others up and at that point you you won't have to put forth a lot of effort to change somebody to you'll just be able to say one word and they'll be able to see themselves слышать приятное благоухание в твоей жизни the Lord wants you to bring forth a pleasant aroma that is pleasing to him давайте помолимся Богу сейчас let us pray to God right now чтобы Господь помог нам принять встречный ветер с радостью so that we can accept the winds that come our way with joy то что нам не нравится принять с удовольствием the things that we don't like we can accept with joy и полной верой признавать что это есть воля Божья благослови вас Господь чтобы были в руках его в руках этого горчичника и если даже завтра развалится этот сосуд это для блага Божьего для блага вашего и для славы Божьей он сделает другой сосуд он дает вам шанс стать другим человеком и это благо he is giving you the chance to become a new person and he will create a new vessel and this is good эти переливатели достигли своего Божье послание для нас нас достигло and those that have come to tip our vessels over and pour us out they have reached their calling they have done what God has told them to are you ready to pray? thank you so much for the Слава Тебе, Господь, слава Тебе, что остаешься Ты любящим Богом и сегодня, и сейчас, Ты продолжаешь говорить, Ты продолжаешь утешать, Ты продолжаешь учить и напоминать нам, что мы в руках Твоих, Господь, слава Тебе, что никто не может похитить из Твоих рук, если мы сами не уйдем, Поэтому благослови, Господь, пребывать, переживать сегодня снова и снова Твое прикосновение не всегда может быть приятное, но оно очищающее действие Духа Святого, это Твое прикосновение приносит запах приятный, благоухающий для славы Твоей, от славы Твоей отражение Твоего имя Иисуса, потому что есть Бог, который все понимает, есть наш Господь, который знает все о нас. Мы еще раз благодарны Тебе, что Ты был сегодня с нами, Ты благословлял и благословляешь во всех наших путях, нуждаемся в Тебе, Господи, благослови, чтобы Слово Твое вселялось в нас обильно. Да будешь, Господь, сегодня надзирателем, Ты в любом случае будешь вести нас, но пусть наше добровольное желание, чтобы Ты над нами работал, принесет нам много радости и благословения в глубоком смирении перед Тобой, во имя Иисуса, слава Тебе за все, наш Господь, во имя Иисуса Христа, аминь. Отче наш, Сущий. Субтитры подогнал «Симон» 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 Дорогие братья и сестры Люди, которые Вы хотели бы знать больше О таблетках Он объявлял, что принимают таблетки Вы хотели бы больше знать В понедельник В 7 часов вечера Здесь в церкви Дима Гарисименко Будет здесь Вы сможете задать ему вопросы Об этих лекарствах Принести их с собой Если хотите знать больше Что вы принимаете Какая доза вы должны принимать Он сможет вам это объяснить. Завтра, в понедельник, в 7 часов вечера, пожалуйста, будьте здесь, и вы сможете поговорить с ним, и больше узнать, больше информации вы получите насчет того, что вы вообще принимаете. И еще звездочки, девочки 4-5 классов, которые желали бы быть в классе, вы, и кто еще не заполнил аппликации, не записались, там на столе лежат эти аппликации, вы можете их заполнить. Пожалуйста, родители, кто еще не записались, пожалуйста, запишитесь и положите там эти аппликации. Теперь служение в субботу вечером, в следующую субботу вечером, в 6 часов вечера, здесь будет служение. Все, кто говорит английском, welcome, вы можете приходить, поэтому все, кто понимает английский язык, не говорит, а понимает английский язык, вы можете быть здесь, мы будем вместе прославлять Бога. Welcome, invite your friends, invite people who would like to be with God, please. It's more for young generation, please, but everybody welcome who can understand English. Thank you. я приветствую вас, хочу сказать о Нине Игнатович, вот была проповедь о благоуховании Христово, как вот должно быть от христиан, вот от нее было благоухование Христово, истинное, так сказать, не нужно было ехать куда-то в Сибирь проповедовать, или в Африку, слать множество посылок, а житье было ее святое, и было для каждого, и так никто не может сказать что-то о ней плохое, а ты там человек, так сказать. Вот даже вот вчера мы звонили в Сибирь, и разговаривали с моей женой, с сестрой, и сказали, что вот отошла вечность Нина, это самое. Она говорит, это такая низенькая женщина, говорит, в Алмарте, говорит, такая добрая, она говорит, добрая, какая же низенькая женщина в Алмарте. Мы говорим, да. Понимаете, в Сибири вот человек живет, он раз, может, здесь был или два, вот он ее увидел и запомнил, что он добрый человек. Это мы должны, я говорю, для себя и для всех нас, так сказать, что мы должны быть, так сказать, те, кто подражает тебя старцам, на кончину вздирая их, так сказать, то должны мы быть таким благоуханием Христовым. Аминь. Друзья мои, значит, молиться будем за Мельничука, Ивана и Кристину. Ваня и Кристина, здесь есть собрание? Если есть, станьте. Может быть, их нет сегодня, да? Ну, вы знаете, о ком идет речь, да? Я попрошу, прежде чем будем молиться, мы должны помолиться за директора воскресной школы, которого мы должны поддержать, благословлять. Это Юлиана Павлова. Пожалуйста, Юлиана, выйди перед церковью. Ну, и заодно, наверное, и учителя русского, то есть директора русского языка, школы русского языка тоже. Это Суходолова Таня, состав компании, мы будем молиться за вас тоже, если ты здесь. Друзья мои, это сестры, за которых вам нужно будет молиться чаще. Они будут работать с детьми, вашими детьми. И им нужна помощь, благословение, поддержка. И для этой цели есть молитва церкви, есть поддержание, доброе слово, которое мы могли бы подкрепить их в трудную минуту или в другое время. Пусть Бог благословит их мудростью, знанием, духовной жизнью, благодатью Божьей. Мы пристанем пред Богом. Господь, мы благодарны Тебе за Юлиану Павлову, а также за Таню Суходолову, за возможность, которой мы сегодня имеем, помолиться за них, поддержать их, Господь, на руках молитвы. Господи, сегодня очень сложно трудиться в школах, даже и в церковных школах, где происходит, Господь, обучение детей, потому что много сложностей. Мы нуждаемся в Твоей силе Духа Святого, в благодати, чтобы Ты поддержал их сам, Отец, чтобы Ты наполнил Духом Святым, наполнил благодатью, дал им вдохновение, радость и силу, и желание трудиться для Тебя. Послал новые откровения. Милость, Господь, влаживая из сердца детей особое откровение тоже. Мы просим Тебя благослови, Мельничук, Ваню и Кристину, Боже, их семью, деток благослови, по великой милости Твоей. Да будет Слово Твое на этой неделе в молитвах наших, Господь, напоминанием для нас, чтобы поддержать эту семью. Пошли здоровья и в чем они нуждаются. А также, Господи, благослови наше вечернее служение, когда мы будем собраны снова здесь. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты еще раз и еще утешил Анатолия Игнатовича, их детей. Милость Твоя да будет с ними и утешение в Слове Твоем во имя Иисуса Христа для Твоей славы. Боже, слава Тебе за этот день. Благодать Господь нашим, Иисуса Христа, и Его Бога Отца, и общение с Готового Духа, со всей именами. Аминь. С миром Божьим! Субтитры создавал DimaTorzok